Приветствую вас! Сразу скажу, что писать жене мужчине не имеет никакого смысла, потому что она знает, она чувствует, любая женщина интуитивно чувствует, когда ей изменяют, она предпочитает закрывать на это глаза. Потому что ей так удобно. Кроме того, вами движет желание опомстить, вами движет желание получить какое-то возмездие, да, компенсацию за то, что с вами произошло. Но, по факту, ваше желание отомстить, оно нацелено только на вас саму, потому что именно из вас выпили энергию. Именно вы согласились на встречу, хотя этого делать не нужно было. И именно вы, ну, так искали его в социальных сетях, что не нашли его жену. То есть, после того, как он сказал, что он женат, вы нашли, а до этого не нашли. Хотя там, конечно, наверное, есть какие-то обстоятельства, но, тем не менее. Тем не менее. Ага, мужчина в 38 лет не женат, ну, это очень маленькая вероятность. То есть, для этого того, чтобы 38-летний мужчина был не женат, нужно очень серьезные факторы. Вот. И очень серьезные моменты, которые ограничивали бы взаимодействие мужчины с женщинами. Вот. Значит, смотрите, вы пишите, мне 25 лет, в последнее время мне не везет на мужчин, вернее, я сама уже не хочу никого. Ну, понимаете, не везет вам на мужчин, это вот везет-не везет, фактор удачи здесь абсолютно неприемлемым, потому что все зависит исключительно от того, каких мужчин вы выбираете и почему, и как вы преподносите себя этим мужчинам, как вы себя репрезентуете. Ну, вот. И последнее напрямую зависит от того, как вы себя воспринимаете, насколько вы уверены в себе и так далее. Ну. Поскольку все мужчины у вас старше вас на приличное количество лет, то я полагаю, что можно говорить о проблемах с отцом, о том, что вам не хватало, возможно, отцовской любви. Ну, вот. И все, что вы пытаетесь сделать сейчас, это заслужить внимание и любовь своего отца через мужчин. Через вот этих вот самых мужчин. И поскольку речь идет о заслуживании любви, то можно говорить о том, что вы унижаетесь, принижаете себя, а это ни в коем случае вас не красит и ни в коем случае не делает вас более привлекательны для мужчин. Плюс ко всему есть некая у вас остановка негативная, что все мужчины хотят секса. Вот. Причем вы говорите, что, значит, все современные мужчины такие, увы. А почему увы? Это нормально хотеть секса. Не нормально изменять. А секса хотеть. Нормально. То есть. Ну, здесь вот, понимаете, есть такое ощущение, да, что чувствуется здесь запрет какой-то. Вот. Чувствуется здесь запрет на эмоциональную близость. Близость. Вероятно. Может быть, здесь есть установка, что все мужики, там, грязные, все мужики козлы, там, кобели и так далее. Вот. Имеется в виду все мужики вашего возраста. Вы выбираете постарше в надежде на то, что они не такие. Ну, собственно, как ваш отец. Например. Это, конечно, не точно, но пока вот исходя из того, что вы написали. То есть. Мне не везет вам на мужчин, а вы определенным образом выстраиваете с ними свое поведение. Как? Нужно разбирать. Какая у вас женская модель? Нужно разбирать. Какого мужчину видите рядом с собой? Нужно разбирать. Что вы делаете не так в отношениях? Также нужно разбирать. Далее. Расстались после долгих мучительных отношений на протяжении 5 лет с мужчиной намного старше меня. Ну, вот видите, да? То есть. Чем обусловлен выбор такого мужчины? Чем обусловлено то, что вы терпели на протяжении долгого времени мучения от отношений? Вы говорите, первое время хотела, надеялась встретить свою настоящую любовь. А зачем? Почему хотели встретить любовь? Откуда такая потребность любви-то у вас? Не поэтому ли вы выбираете мужчин постарше, потому что вы нуждаетесь в любви? Что есть настоящая любовь? То есть у вас есть некая идеализация любви на самом деле. Потому что в настоящей любви не бывает. Бывает просто любовь. И она встречается довольно чаще, довольно чаще, чем вы думаете. Гораздо чаще, чем вы думаете. Но вот то, что вы говорите, первое время хотела и надеялась встретить свою настоящую любовь. Это момент. Зачем? Тем более первое время после расставания. То есть, тут не любовь искать надо. Тут нужно анализировать, почему вы в отношениях таких были и мучились. Понимаете? Тут выводы нужно делать, а не любовь искать. Замену-то по сути. Ну вот вы и нашли замену. Тот же самый мужчина. В кафе познакомилась мужчина и все компании почему-то выделили именно его. Ну потому-то он похож на, чем-то видимо, на образ отца. То есть не на самого отца, а на образ отца. Как вы его видите. Образ. Некий такой идеализированный оттенок. Идеализированная форма. Отца. Кстати, именно этой идеализированной форме вы и хотите мстить. Сейчас. Но это, понимаете, идеализированная форма. Мужчина, он другой. Реального человека вы не видите. Ни в первом, ни во втором случае. Вы видите только идеализированный образ. Ну, скорее всего. Дальше. Он за мной ухаживал, сделал себя культурно. Что мне очень густило. Ну, то есть, вот понимаете, да. Вам нравится, когда за вами ухаживают. Ведут себя культурно. То есть, вот. Такое все правильно. Такое все. Все. Рафинированное. Да. Вот так вот вы считаете правильно. Правильно, это вам льстит А грубое поведение Более эмоционально Искреннее поведение Почему вам не льстит Почему вам льстит Вот это фальш Грубо говоря Да То есть ухаживание И культурное поведение И вам это льстит Оно ничего не значит Оно ничего не значит Это элементарная вежливость И мужчина, если он ведет себя Женщиной вежливо вот так Это говорит о том Что он ее ни во что не ставит Эмоционально Она эмоциональна, для него никто Можно вести себя по-разному Да, культурно То есть можно вести себя культурно Но при этом высказывать симпатию Да, можно там Как-то чувственно это делать Все Но вы говорите, что он просто За мной поухаживал Вел себя культурно И вам уже это льстит Здесь может быть проблема у вас С уверенностью, с самооценкой С означенностью своей Ну, понимаете Вот есть здесь что-то вот такое То есть понимаете По ощущениям могу сказать, что Чувствую что-то неправильно То есть вот за мной поухаживал Вел себя культурно Что мне очень льстило Человек видит вас в первый раз Ведет себя абсолютно стандартным образом И вам это уже льстит То есть вы, вероятно, настолько Не приемлете в мужчинах Их искренность Как бы поревистость Импульсивность И сексуальность Может и в себе сексуальность Не принимаете тоже Что вот это поведение вам льстит При этом вы не понимаете Что это поведение Которое вам льстит Оно иллюзорное И оно вообще-то лицемерно А вот Другое поведение Когда у мужчины горят глаза И вы чувствуете, что он вас хочет Это настоящее Даже если это обычное желание Не любовь Но это настоящее Вот вопрос Что вы выбираете Да Далее Обменялись телефонами Значит Ну, опять же Обменялись Это хорошо Что обменялись Но Кто был инициатором обмена Как оказалось Он ровесник моего бывшего Одного возраста Ездит на похожих авто Одинаково одевается И рассуждает Ну и вот здесь Вот здесь Интуиция Должна была сработать Что Если с одним таким вы расстались То и другой такой же лучше не будет Просто интуиция Инстинкт Но вы Как будто бы Игнорируете Инстинкт Интуицию Возникает вопрос Возникает вопрос Кто Вам Запретил Чувствовать Себя Кто Кто вам запретил Прислушиваться К себе Какие события Повлекли за собой Тот факт Что вы перестали Прислушиваться К себе К своим К своим ощущениям Интуиция Когда это началось Так Значит Про возраста не говорил Я сломал Узнал из соцсетей А почему вас это интересует Что вы Пошли в соцсети И стали искать Естественно Сразу захотелось узнать Мне женат ли он А вам не кажется Что это рановато Вот Вы говорите Естественно Нет Неестественно Понимаете Это неестественно Естественно Когда вы С человеком Общаетесь Месяц Например Ну Или хотя бы Пару недель И вот Так вот В разговоре Значит В разговоре Друг с другом Да Вы Можете задать этот вопрос Ему Если у тебя девушка Жена Женат ли ты И так далее Вот А вот это Неестественно Это Вам нужно Знать Что мужчина Свободен И можно Получить от него Любовь Потому что Вы нуждаетесь в любви Далее Он ответил нет Предлагал интимную близость Но я Отказал А мы продолжили общение Как это происходило? Вы у него спрашиваете Он говорит Нет Предлагает интимную близость Сразу Мол нет Нет Я не женат Да я с тобой пересплю Так Это было Или как Знаете Он сказал Да Что нет Почему Вы поверили Ему Это Незнакомый Человек Почему Вы поверили Вы Хотели Поверить Опять же Для чего А Значит Так Предлагаю интимную близость Я сказал А почему Вроде Взрослые люди Почему не приспать Если хочется Остан У вас Сложные Отношения Сексом Я так Понимал Ну То есть если вы отказали То почему вы отказали Я Спрашиваю не из простого любопытства на самом деле я спрашиваю потому что то что до этого прочитал это немножко предопределило то что после этого тоже предопределило я сказал почему мы продолжили общение скажи что меня это смутило так как все современные мужчины об этом я уже говорил очень понравился чем появилось притяжение в чем начала искать его в соцсетях еще зачем увидела множество фото с отдыха по разным странам несколько раз в год меня заинтересовал вопрос с кем он едет вы не указываете время хронологию но опять же опять же какое ваше дело вы не знаете его настолько чтобы задавать ему такие вопросы еще дальше оказалось у нас есть общий знакомый так я решила у него аккуратно спросить на что он отвечает что он не женат и ищет серьезные отношения то есть вы здесь уже привлекаете третьих лиц выясняете про мужчин вы считаете это нормально в личную жизнь привлекать третьих лиц вот просто давайте здесь вот просто такой вопрос вы считаете нормально в личную жизнь привлекать третьих лиц то есть окольными путями у кого-то узнавать о ком-то то уже выстраивает отношения на недоверие дальше опять же общий знакомый который знакомый вам не друг то есть чего вам ему верить непонятно дальше он не женат ищет серьезные отношения насчет женат не женат знакомый может просто не знать или тот его тоже может обманывать мужчина а по поводу серьезные отношения а что такое серьезные отношения для кого для кого какие отношения являются серьезными было еще несколько свиданий на протяжении трех недель никогда ему не звонила в чем была моя ошибка почему вы считаете это ошибкой а что нужно было звонить зачем с какой целью позвонить нужно было соответствовало ли то что вы ему не звонили вашей модели женского поведения если да то это не ошибка в любом случае в чем ошибка была наверное в том что так вы узнали бы что у него жена не узнали бы потому что он трубку не брал бы если был не один так ну вот тут вы и говорите что было еще несколько свиданий на протяжении трех недель то есть я так понимаю что три недели вы его знали знали в общей сложности пока так всегда жестил со мной смешил конечно появилась влюбленность и сильное влечение ну вот опять конечно появилась влюбленность и сильное влечение почему конечно не конечно и не естественно не естественно что появилась влюбленность и сильное влечение спустя три недели после спустя три недели после или даже раньше значит спустя как такое небольшое время после знакомства с молодым человеком с учетом того что вы не проводили все время с ним вместе Из-за того, что у вас до этого были мучительные отношения с таким же человеком, с таким же мужчиной. То есть инстинкт самосохранения у вас не работает. Вы как будто направляете себя страдать. Опять же, меня интересует вопрос, да, откуда это стремление к страданию? Вы считаете, что вы достойны того, чтобы страдать? Но вы все делаете для того, чтобы страдать. Вопрос в том, что вы получаете из этого. Вот лично я вижу, что страдая, вы получаете возможность обвинять мужчин, не доверять им, проверять их. Вы как будто пытаетесь себе доказать, что мужчина недостойна. У вас появляется право сказать так. Значит, вам хочется это сказать. Если вам хочется это сказать, значит, вы так считаете. Но вы считаете так не изначально. Вы считаете так на основе какого-то опыта. Вы приняли решение так считать. Вопрос в том, когда. Далее, значит, была интимная близость. Так, ну, что изменилось? Вот тогда вы отказались, через три недели вы согласились. Что изменилось? У вас появилась влюбленность и сильное влечение? Это не повод. У него изменилось что-нибудь? Вы пишите, перед ней я предупредил, что не хочу, чтобы мне делали больно. Вы думаете, мужчину вот на таком этапе волнует, что вы хотите, а что нет? Вы действительно считаете, что людей волнует других, что хотите вы, а что нет? Кроме ваших близких родных, друзей и некоторых знакомых. Да, такие люди есть, но их очень мало. И такие люди выдерживаются годами рядом. А здесь вы, не знаю, такая наивная, то есть, приготовились к близости. Вот уже всё как бы к этому идёт. Как вы говорите, ой, ну ты, я хочу, чтобы мне делали больно. И что мужчина скажет? Что да, я сделаю тебе больно? Что мужчина может сказать? Он успокоил, как? Почему мы поверили ему? Понимаете ли вы, что этой фразой вы себя обесцениваете? Потому что не он делает вам больно, а вы сами себе делаете больно. Вы перекладываете на него ответственность. И мужчина тут же понимает, что всё, вы в его власти. А сразу после сказал, что в него нельзя влюбляться, так ничем хорошим это не закончится. Я не поняла, почему я еле сдержала слезы. А слезы-то от чего были? От того, что вы хотели любви и её не получили? Или от того, что вы вступили в близости, а он говорит, что в него нельзя влюбляться? Или может быть от того, что ваша влюблённость обязательно должна иметь последствия каких-то, а она не имеет эти последствия? Из-за чего слезы, чего ожидали? Насколько были оправданы ожидания ваши? Понимаете? То есть вы не поняли почему? А должны были? Понятно. Мужчина здесь устанавливает границы, что меня нельзя влюбляться, я тебя как бы не подпущу к себе. Уже понятно, что он что-то скрывает. Уже понятно, что он не хочет близких отношений с вами. По дороге домой целовал мои руки, говорят, что всё будет ок, что это значит. После этого была психологическая травма, и я решил поехать с подругой на неделю в отпуск. Тут непонятно, что за психологическая травма, из-за чего, почему меня обратились к психологу в этот момент, а решили убежать. Он сам вызвался меня привезти, заботливо складывал наши чемоданы, волновался, как прошла поездка, решил встретиться ещё. И после того, как мы смеялись, веселились на даче вдруг, он учил меня плавать, говорил нравлюсь, я ему, и снова после интимной близости, он сказал, что у него, он женат, у него есть ребёнок. Ну, понимаете, вас предупредили первый раз, вы не услышали, теперь вам уже открыто говорят. То есть я опять же хотел бы знать, чего вы ожидали здесь. До меня, до него, до меня у него было куча девушек, но за всеми было рада. Он сказал, что мои сопли и слёзы ему не нужны, лучше в него не влюбляться. Да и спаситель повторял то же самое, только уже более откровенно. До этого он говорил, как я прекрасна, ну и что, одно другому не мешает, как сильно нравлюсь, чтобы я доверял ему, нашла, чтобы я доверял ему. Ну, понимаете, опять же, вот доверие в человек, в человек любый, понимается по-разному. И для кого-то доверие это одно, для кого-то доверие это другое, вот. И, понимаете, обычно, обычно люди, которые говорят, доверяй мне, но они имеют сейчас всего достойное доверие. Потому что тот, кто достойный, наверное, он не будет просить. Вот. Нашла его жену, зачем? Ей 32 почти хорошо выглядит и видно, что ничего не знает. Для чего нам эта информация? Просто один вестный типаж, волосы и рот, глаза, даже учились вместе в одном заведении, и вообще непонятно, чего им не хватает. Самоутверждение? Но какое это отношение имеет к вам? Заметилось, что после наших встреч у него улучшилось отношение к жене? Ну, правильно, напряжение, он напряжение своё снимает, и отношение к жене улучшается, естественно. А может быть, чувство вины, на котором у них и строятся все отношения. Но, опять же, какое отношение это всё имеет к вам? При том, либо к тем местам, где мы были. Ну, это просто похоже на чувство вины больше. И после всего этого он звонит мне и предлагает встретиться. Ну, так вы же согласились быть его любовницей по поведению, когда он сказал, что в него нельзя влюбляться, а вы продолжили с ним сблизаться и ещё раз переспать? Он решил, что вы всё поняли. Вот, не знаю как, но согласились в последний раз. Ну, понимаете, вот для чего согласились-то? Вот корень, проблема. Вы согласились зачем? При чём здесь мужчина, при чём здесь то, что он делает, при чём его жена, месть, вся вот эта история. Вы согласились, вы сделали свой выбор. Вы к этому пришли. Так при чём здесь все остальные люди? Если вы сами выбираете такое развитие событий. Другие люди то здесь, причём они такие, какие они есть. Нет ничего плохого в том, что вы переспали с мужчиной, не зная, что он женат. Но неестественно, что возникло сильное влечение спустя три недели. Неестественно, что вы интересуетесь человеком, женат ли он или нет, сразу после того, как с ним познакомились. Неестественно, что вы узнаёте у третьих лиц что-то о другом. То есть играете по сути в глухой телефон. Вот это неестественно. Понимаете? И это всё ваше ответственное. Ваше, а не других людей. Не мужчины, не его жены. Понимаете? Так, значит, рассказал, что любит грубовой секс, и что жена ничего не знает, не допускает, а когда свадьба ей внушилась, что все мужчины изменяют, и нужно следить за собой, а не мужчиной, что она и делает. Ну, человек, по сути, всё больше и больше вам раскрывает, потому что понимает, что вы готовы быть его любовницей, опять-таки. Тут ясно, что жена его знает, что он изменяет и согласна на это. Она это допускает. А я попрощалась с ним навсегда. Ну, опять же, это, знаете, звучит как-то по-детски. То сильная влюблённость, сильное влечение, влюблённость, то отказ переспать, то теперь вы проезжаете навсегда. Знаете, какая-то вот такая очень детская позиция, не взрослая. Складывается ощущение, что вы живёте в своём мире, в своих представлениях, которые мало что общего имеют с реальным миром и с реальными людьми. И поэтому людей, реальных, вы не видите. Вы видите тех, кого хотите видеть. Так вот вы увидели этого мужчину, второго. Потому что с первым не получилось, а хотелось возместить. Ну вот, вот, вот возместили. Опять же, это ваш выбор. Чувствую себя опустощённый, обманутый. Опустощённый чем? Вроде получили удовольствие. Мужчина вам ничего не обещал. В чём опустощённый? Обманутый? Ну, не знаю. Он вам опять же ничего не обещал. Ничего не предлагал. Наоборот. Останавливал вас. Говорил, что в меня нельзя влюбляться. Обман? Только что не сказал, что женат? Ну да, но это не обман. Понимаете? Это не обман. Это не прямой обман. Прямой обман был у знакомого. Но опять же, я думаю, что он не знал. Скорее всего. Вот. То есть, вы понимаете, обманутый, если бы он вам обещал, что на вас женится. А выяснилось, что у него жена. Это обман. А так? Нет. Это ваши ожидания. Вот ваши ожидания, да, они обмануты. Это всё продолжается в общей сложности на протяжении трёх месяцев. А что именно продолжается? Непонятно. То есть, продолжается с тех пор, как вы попрощались с ним? Или продолжается то, что вы смотрите, как у него все наладилось женой? То есть, вы сравниваете себя с ней? Опять же, зачем? Понимаете, сравнение себя с другими – это обесценивание себя. Посмотри, как другой. А как ты? А вот соседняя девочка, соседский мальчик, вот они такие, а ты? Так у вас было в детстве? Поэтому вы привлекаете третьих лиц, что семья ваша постоянно привлекала третьих лиц. Поэтому вы смотрите, как у него все наладилось с женой. Потому что сравниваете себя с ней. Потому что не принимаете себя. Считаете себя хуже её. Ну, а как вы можете выстроить адекватные отношения, если вы из себя не принимаете? И мужчин вы не принимаете. Опять же, потому что не принимаете из себя. Сами. Далее. Они собираются на отдых, он не останавливает своих измерений. Ну и что? Это его право. Это их выбор. Его выбор изменять. И выбор его жены принять измену. Судя по соцсетям, он ещё и жмот, чтобы не тратить на неё. Какое отношение это имеет к вам? На предыдущих фотках она не выглядит счастливой. Какое это отношение к вам имеет? После наших встреч всё наладилось. Какое прямое это отношение имеет к вам? У меня из меня как будто выпили всю энергию. Нет, вы сами из себя выпустили всю энергию. Вы упорно не хотите брать на себя ответственность за то, что происходит. Понимаете? Не кто-то выпил, а вы сами. Не кто-то вас обманул, а вы себя обманули. Не кто-то вас опустошил, а вы себя опустошили. Понимаете? Далее. Как он мог так улыбаться и делать такие подлости? Какие именно подлости? Не очень понятно. О каких подлостях идёт речь? Вот. То есть как бы... Что он сделал не так? Он с вами сблизился. Он вас успокоил, что не сделает вам больно. Он с вами переспал и сказал, что не хочет сближаться. Возможно, потому и сказал, что вы ему сказали, что не хотите боли. Потому он и сказал. И когда вы продолжили с ним встречаться, он принял это за согласие. За принятие его. Согласие на принятие его. Успокоил вас. Знаете, принял это за страх. То есть вы почему говорите о том, что не хотите, чтобы вам сделали больно перед самым сексом? Разве это подходящее время для этого. Дальше. Значит, и как такому ничтожеству сходит всё с рук? Ну, это попытка его принизить и обесценить. То есть вместо того, чтобы смотреть на то, как вы оказались в этой ситуации, вы предпочитаете принесать другого. Опять же, я уверен, что этому вы научились у кого-то. Так, причём, признался, что у него бывают и невещенные сексы, растёт и не со мной. Какое к вам это отношение имеет? Опять же. Понимаете, ну, не вступает женщина в сексуальные отношения с мужчиной спустя три недели после знакомства. Не вступает. Не имеет женщина в перспективе одного мужчину. Она имеет нескольких. Она присматривается, приглядывается. Сексуальные отношения могут наступать после двух-трёх месяцев знакомства, но никак не недель. Понимаете? А вы? И вы говорите о том, что это подло? Она просто, может быть, не успела рассказать. Понимаете? Но, опять же, вы не озаботились. Вы не обезопасили себя. Вы поспешили. И разве это его ответственность? Его ответственность может быть в чём-то. Но мы-то говорим про вас, поэтому давайте говорить про вашу ответственность. А я ни разу не увидел у вас в тексте, что вы что-то не так сделали. У вас не везёт. Это единственное. То есть не я неправильно что-то сделаю, не я неправильно себя подавал, не я что-то делаю не так. А мне не везёт. То есть я всё делаю так, просто мне не везёт. Понимаете? Ну, тут очень сильная, на мой взгляд, зависимая позиция. Всё зависимо. То есть вы склонны к тому, чтобы зависеть от других. И соответственно я делаю вывод, что у вас были либо очень властные родители, либо они были отстранёнными. И властность проявлялась, соответственно, либо в заботе, либо в строгости. Я так думаю, что скорее всего в строгости появлялась их забота. Так, при всём при этом, значит, живёт спокойно и радуется. А что не должен? Как вас это задевает? В чём вас это задевает? Понимаете ли вы, что вас это задевает? Это, опять же, ваше восприятие только. Подговорил всех, чтобы врали мне, что он свободен и ищет вторую половинку. Кому всех не очень понятно. Опять же, вы тоже, по поводу привлечения третьих лиц, да, уже, надеюсь, поняли. Анонимная почва заболела, чувствуя себя плохо. То есть, вы сами привели себя к этой ситуации, вы заболели, чувствуете себя плохо и теперь имеете право обвинять его и написать анонимно его жене. Понимаете, какая история? Хочется всё анонимно рассказать жене в лёгкой форме, чтобы она заставила носить его кольцо и никуда не отпускала, так он развлекается другими. Какое отношение это имеет к вам? Вы серьёзно думаете, что вот мужчину можно никуда не отпустить? Правда? Вы правда думаете, что это нормальное отношение, никуда мужчину не отпускать и заставить носить кольцо? А сексом Даня как с ним будет заниматься, если у него был не защищённый? Пусть хоть скандал ему закатит, может так он начнёт на неё тратить деньги и прекратить свои мерзкие выходки. Чувствуете, что мне так станет легче? Нет, вам не станет так легче, потому что проблема кроется в вас. А не в нём и не в ней. Понимаете? Вам хочется его принизить? Вы его принизите немножко, даже если. Вам захочется ещё, это как наркотик. И даже если он умрёт, вам легче не станет. Понимаете? Потому что ещё раз, проблема в вас, конфликт в вас не в нём. Путин сам поймёт масштабы его уши. Когда, значит, последний раз заставали, сказал, что у меня появился мужчина, на то он предложил обмануть его. Опять же, непонятно. Вы говорите, пусть он поймёт масштабы своей лжи. А вы думаете, он не понимает? Это его осознанный выбор, так себя вести. Это его выбор, примите его выбор. И сами сделайте свой выбор. А вы свой выбор делать не хотите, и хотите поменять выбор для другого человека. Вы говорите, когда последний раз расставались, сказала, что у меня появился мужчина. Последний раз расставались, это когда? А для чего встречались? Хочется, чтобы весь негатив перешёл к нему, и до него дошлось что нехорошо обманывать. Не перейдёт к нему негатив, понимаете? Потому что негатив это для вас. То есть для вас негатив, для него позитив. Человек знает, что обманывать нехорошо, но он делает это сознательно. Таков его выбор. Теперь буду проверять паспорт и просить сама номер телефона, чтобы не нарваться на такого. Ну то есть вы ещё больше будете не доверять мужчинам. Паспорт вам никто вначале не показывает, понимаете? Нужно просто не спешить и узнавать людей. Понимаете? А не проверять их. Не проверять и не выпрашивать у других информацию, которая может быть неверной. У вас в таких нету немного паранояльные есть проблески, из-за того, что вы не доверяете своим чувствам. Из-за того, что вы, ну как бы, игнорируете свои ощущения. И не анализируете. Так, значит. Сейчас жуткая депрессия. У вас есть диагноз депрессия, чтобы говорить, что у вас депрессия? Ничего не хочется, как бриталец, после такого... Такого это какого? Он будет ненеться на солнышке, пить шампанское, а мне больно осознавать все это. Чувствую, не знаю каким образом, как будто он добрал всю мою энергию. Нет. Во-первых, после чего такого? Он ничего такого не сделал. Такого прямо вот, чтобы не ненеться на солнышке. Понимаете? То, что вам больно осознавать это, это ваша реакция, у него есть причина. Он ни при чем. Не он забрал вашу энергию, опять-таки, а вы сами лишили себя энергии. Он удовлетворил свои потребности, а вы? Вы ведь тоже? Вы тоже с ним спали, занимались сексом, получали его внимание. Разве вы свои потребности не удовлетворяли? Только вы хотели большего, он вам это больше дать не смог, но он и не обещал этого. Радуется жизненную, быстро радуется. Вы поймите, вы не сможете радоваться жизни, если кому-то будете желать не радоваться жизни. Потому что, если вы желаете кому-то не радоваться жизни, то вы сами не радуетесь. И если вы сами не радуете жизни, то вы не сможете ей радоваться при условии того, что кто-то не будет ей радоваться. А если и будете, то очень мимолетные, и вам постоянно придется снова и снова делать так, чтобы кто-то не радовался жизни. Вот. Подумайте, куда это вас приведет. Начинаю вот за ним ухаживать, видно, что у них все отлично, а она даже не понимает, это точно. Ну, если вы сейчас хотите играть в такого спасателя, знаете, то есть вы сейчас жертва, и вы хотите выйти из состояния жертвы и кого-то спасти. На самом деле это иллюзия. То есть, по сути, и спасатель, и жертва, они оба жертва, пока не контролируют то, что происходит. Он умеет заговаривать зубы. Но мало ли кто что умеет. А поддаются-то люди, почему? Вы считаете, что, вот знаете, как с рекламой, да? Вот рекламируют что-то, вы идете и покупаете и говорят, вот, они мне заговорили зубы. Но вы же сами пошли, вас никто не заставлял. И вы сами захотели с ним близиться, он же вас не принуждал. Подделиться с ним не стоит, а вам на консультацию к психологу для выяснения всех моментов, которые я озвучил. Потому что без этого сил жить дальше у вас не будут. Пока вы не контролируете свою жизнь, пока вы склонны к зависимости, пока вы сами по себе радоваться, вот, без мужчин не можете, пока вы отрицаете себя, отрицаете свои достоинства, сравниваете себя с другими и считаете, что это неправильно, что мужчины хотят секса, хотя это здоровая реакция, вы не сможете жить дальше. Потому что в 20 лет вы вступили в одни отношения, вы мучились, они были созависимы, сейчас вы вступили в другие отношения и тоже мучились. Это значит, что есть поведение, сценарное поведение, которое идет из детства, и с ним нужно работать. Сейчас я рекомендую вам как можно больше уставать, как можно больше получать новых впечатлений, как можно больше общаться с новыми людьми, знакомиться с мужчинами без секса, без намерений серьезных, просто знакомиться с людьми и общаться с ними. Также я рекомендую проработать вам женскую модель поведения и внешний образ, чтобы чувствовать себя уверенно, привлекательно, красиво, сексуально и так далее. Вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!